Садгуру, когда вы говорите о благополучии, один из аспектов, на который вы обращаете внимание, это взаимодействие тела, ума, эмоций, что самое главное — энергии. И я думаю, что вы описали это очень красиво. Если тело испытывает приятные ощущения, мы называем это здоровьем, если ощущения очень приятные, мы называем это удовольствием и так далее. Вы можете перечислить до конца. Простите? Можете перечислить весь список до конца. Итак, если ум находится в приятном состоянии, мы называем это радостью. Когда его состояние становится очень приятным, мы называем это умиротворенностью. Когда нам хорошо на уровне эмоций, мы называем это любовью. Когда очень хорошо — это сострадание. Когда ощущения становятся приятными на уровне энергии, то мы называем это блаженством. И когда они становятся очень приятными, мы называем это экстазом. Вы очень хороший ученик. Итак, мой вопрос. Можете ли вы пояснить, что именно вы имели в виду? В чём разница между блаженством и экстазом? Для людей, которые не являются мистиками, на что это похоже? Вы обвинили меня в том, что я мистик. Я бы хотел прояснить это. Как-то раз на лугу паслись две коровы. Английские коровы паслись на английском лугу. Понятно. Как у Томаса Харди. Одна корова спрашивает у другой. Что ты думаешь насчёт коровьего бешенства? Вторая отвечает. Мне плевать, всё равно я вертолёт. Так что мистик — это тот, в чём восприятие нет ошибки относительно того, кем он является. Поэтому есть только два вида людей — мистики и недоразумения. Это легко запомнить. Мистик не появляется из ниоткуда. Он уделял внимание простым аспектам жизни, очень простым вещам. Когда я говорю «очень простым», я имею в виду элементарные вещи. Сейчас, как вы понимаете, что находитесь здесь? Что лежит в основе этого восприятия? Я говорю с вами, даже когда вы молчите, вы всё ещё знаете, что находитесь здесь. Так как вы это знаете? Я ощущаю, что я нахожусь в этом месте, здесь публика. Мы ведём разговор. Нет, даже если вы закроете глаза, вы всё ещё здесь, не так ли? Я обладаю самосознанием, я нахожусь в сознании. Вы в сознании. Причина, по которой вы знаете, что вы здесь, — ваше сознание. Откуда вы знаете, что у вас есть тело? Я могу двигать рукой. Многие вещи могут двигаться. Но я заставила мою руку двигаться. Хорошо, но даже если вы не двигаетесь, вы всё равно знаете, что тело присутствует, не так ли? Потому что есть ощущения, не так ли? Если не будет ощущений, то вы не будете знать, есть у вас тело или нет. Без осознания вы не будете знать, здесь вы или нет. Не так ли? Эти вещи мы воспринимаем как должное. Если вы уделите им немного внимания, вы увидите, что это целый мир. Это целое мироздание. Если вы уделите достаточно внимания вашим ощущениям, вы познаете природу своего физического существования. Если вы уделите внимание тому, что вы называете сознанием, то вы познаете природу своего существования. Вы сможете как следует использовать это устройство только когда вы познаете природу своего существования. Я называю это устройством, потому что человеческий механизм является самым сложным механизмом на планете. Мы не просто так возглавляем эволюционную цепочку. А то, чтобы создать вас, ушли миллионы лет. Это непростой процесс. Был проведен невероятный процесс, чтобы привести вас к нынешнему уровню неврологической чувствительности, ощущения и осознанности всего. Это ключи к пониманию вашего существования. Но люди читают книги или смотрят на мироздание через свой айфон. Никто не обращает внимания на это. Это является основой вашего существования. Только если вы знаете это, вы можете использовать это на полную мощность. Возьмем даже ваш мобильный. Чем больше вы о нем знаете, тем лучше вы можете его использовать, не так ли? То же самое и здесь. Итак, что все эти излишне преувеличенные или, скорее, излишне приукрашенные средства самореализации изначают? Вы узнаете больше об этом или вы узнаете все, что стоит знать об этом, и вы сможете использовать это так, как захотите. Если вы захотите сидеть здесь без движения до конца жизни, вы сможете. Если захотите вскочить и быть активными, вы сможете и это. Вам будет по силам все, что вы захотите. Ведь вы познаете об этом механизме абсолютно все, не только физическую составляющую. Итак, если вы познаете это, предположим, ваше тело будет действовать так, как вы этого хотите. Ваш ум будет действовать так, как вы этого хотите. Ваша жизненная энергия будет действовать так, как вы этого хотите. Как вы будете поддерживать это? Приятным или неприятным? По крайней мере, для себя — высший уровень удовольствия. Что вы хотите для своего соседа — это еще вопрос. Но совершенно ясно, чего бы вы хотели для себя, не так ли? Обычно, если вы испытываете очень приятные переживания, мы говорим о блаженстве. Но иногда блаженство может быть скучным. Приятные ощущения могут наскучить, не так ли? Вы захотите чего-то другого. Тогда вы будете использовать экстаз. Но его невозможно поддерживать постоянно. Блаженство можно испытывать на протяжении всей жизни. Экстаз невозможно испытывать всю жизнь. Есть пики и падения. Или другими словами, блаженство — это устойчивый уровень приятных ощущений. Интенсивных приятных ощущений. Экстаз невозможно поддерживать на одном уровне. Но вы можете испытывать его довольно часто. Хотя бы несколько раз в день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!